Приветствую вас и ситуация следующая, что вы поступили, конечно, поступили и поступаете правильно, только вот есть один нюанс. Вы не сказали, как ваша жена прореагировала на то, например, что вы там подрались с ее другом в кавычках, и на то, как ваша жена прореагировала на факт того, что вы собираетесь с ней разводить. В этот момент мне не очень ясен, и если вы его проясните, то будет здорово. Но очевидно, что, во-первых, ваша жена недостаточно вас уважает, то есть у нее нет ощущения, что она вас оскорбляет тем, что переписывается с другими мужчинами, когда вы это видите. Она также действует на две стороны, в том контексте, что от вас она получает все как от мужа, а от молодого человека, своего друга, она получает то, что ей, вероятно, нужно как от мужчины уже. И в этом контексте вы, конечно, совершенно правы в том, что не собираетесь как-то это все терпеть. Я думаю, что вы, нет у вас такого вот понятия, что вы как-то не дошали, не дошали, не догнули толку, как вы говорите. Почему? Потому что на самом-то деле доверять близкому человеку, доверять вашей жене, это, ну, вообще-то говоря, нормально. И то, что вы ей доверяли, это тоже нормально. То, что она ваше доверие обманула и начинает злоупотреблять, это уже проблема вашей жены, но не вас. И вам действительно не нужно терпеть то, что вы делаете. Вам действительно не нужно, ни в коем случае не надо продолжать жить в этом натуральном аду. То есть я вам, я вам сочувствую очень. Ваша супруга, скорее всего, ушла от того другого мужчины. Ушла она от него, как бы, знаете, как средство. То есть вот она с ней была, ее вот, значит, что-то не устроило, она решила, что с вами ей будет лучше, и вот, собственно, она с вами. Но при этом все отношения ваша жена не закончила, и из-за этого они ее постоянно притягивают в ноги в ноги. То есть основная проблема заключается в том, что она не завершила все отношения, с тем мужчиной, начала сразу взаимодействовать с вами. Вот из-за этого, собственно, и вся проблема, вся проблема. И, конечно же, самое здесь ключевое, что она, ваша жена, не хочет завершать эти отношения. Те, которые, по идее, уже пора бы завершить. А не хочет завершать, потому что они ей приносят что-то, что ей нужно. Те отношения с вами приносят ей что-то, что их не нужно. И в итоге получается, что ваша супруга очень хорошо устроилась. Хорошо для себя, но плохо для вас. Так что я думаю, что в этом ключе вы все делаете правильно, но со мной только оговоркой. Со мной только оговоркой. Я думаю, что вам вот этот вот ваш развод и процесс, развод, который вы их начали. Вам нужно этот процесс представить так, что это ваша жена, сама делает. Что вы готовы в любой момент вернуть все назад, если она согласится не делать того, что она делает. То есть если она, грубо говоря, согласится прекратить общение с молодым человеком, ну вот с другим молодым человеком, да. Если она этого не делает, то вы, естественно, разводитесь с ним, потому что так жить нельзя. Отдельно пару слов я бы хотел сказать про вашего сына, которого вы явно очень любите и за которым вы явно переживаете. Значит, смотрите, какая здесь получается ситуация. Ваш сын, конечно, будет переживать, да, он в этой ситуации крайне. Ну, во-первых, ваша жена не думает о нем, ваша жена не думает о сыне. Она вообще думает в этом кондитенте только о себе лишь. И, простите, если она не думает о сыне, то вы должны подумать о нем. Как вы можете о нем подумать? Что конкретно вы можете сделать? Ну, согласитесь, что сохранять семью в том виде, в каком она есть сейчас, это, ну, значит, обманывать себя, значит, жить иллюзией и так далее. Хотите вы оградить своего сына от скандалов, от каких-то криков, да, от неприятных вещей и так далее. Ваше желание также мне понятно. Но лучше всего вы это сделаете только в том случае, если ваш сын не будет находиться, в постоянной конфликтной генной ситуации. То есть не будет постоянно находиться в ситуации, когда его родители, например, ссорятся, его родители, например, постоянно напряжены, постоянно готовы сорваться друг на друга и так далее. В этом контексте ваш сын получает очень серьезную, большую травму психологического плана. И в этом контексте, жалея его, вы ему вредите. То есть, ну, вот, если я вас правильно понял, то вы бы и раньше как-то развелись бы со своей женщиной, если бы не сын, то и сын это один из сдерживающих факторов, которые не позволяют вам довести дело до развода. Ну, любовь, конечно, понятно, но и сын тоже имеет место быть. Так вот, это очень большая, я бы даже сказал, серьезная ошибка людей, когда они пытаются сохранить семью вот таким образом. То есть, ссоры, скандалы, постоянная ругань, там, обзывательство, да, наверное, неправильная модель поведения для ребенка. Все это почему-то упускается из виду, все это почему-то, ну, всему этому не придает значение, а вот придает это значение только лишь сохранение семьи по факту. То есть, это момент неправильный. И здесь, поверьте, вы окажете услугу своему сыну тем, что разрушите, наконец, вот этот вот этот круг порочный и, наконец-то, будете жить на хотя бы в относительном спокойствии, хотя бы в относительной гармонии, в относительном равновесии, что ли, если угодно, я вот так сказал бы, да, в равновесии. Вот то, что я хочу вам сказать. И на будущее, конечно, старайтесь доверять своей женщине, но не позволяйте ей делать то, что вам неприятно. Если вам неприятно что-то сразу, то и дайте ей понять, что вам неприятно что-то сразу, и чтобы она прямо изначально знала, что вы этого терпеть не будете. Потому что, ну, по меньшей мере, если вы что-то поначалу позволяете, а потом перестаете позволять, ну, это выглядит, знаете, как. Это выглядит по меньшей мере, ну, не только бы прямо странно, но это выглядит, знаете, двояко, к сожалению. И нет ничего удивительного, что женщина относится к этому негативно. Она по-другому к этому не может относиться. Вы ей что-то позволили, да, вы что-то ей разрешили, а теперь получается, что вы ей это не посещаете. А у нее уже, как и у любого человека, осознание расширилось, и она не воспринимает, или воспринимает очень болезненно то, что вы теперь ей не позволяете то, что позволяли раньше. Вы знаете, то есть вы здесь сами себе навредили. Я понимаю, что вы хотели как лучше, но, к сожалению, не все как лучше. В итоге получается таковы. Вот, вот то, что я хотел вам сказать. Я желаю вам мужества, я желаю вам упорства, я желаю вам сил для борьбы с тем, с чем вы столкнулись. А, вот. Но, мне бы хотелось, чтобы вы все-таки жили комфортно, чтобы ваш ребенок тоже комфортно жил, а для этого требуются какие-то действия, какое-то поведение. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok